Добрый день, уважаемые наши одиннадцатиклассники! Мы продолжаем с вами готовиться к единому государственному экзамену и сегодня продолжим говорить о выполнении задания номер 7, связанного с грамматическими формами русского языка. Итак, мы рассматриваем с вами правила построения, правила видоизменения форм слов разных частей речи. И на этом уроке мы поговорим с вами о правилах образования числительных. Уважаемые одиннадцатиклассники, напомню вам, что числительная – это самостоятельная часть речи, которая обозначает число, какую-то цифру, количество предметов при счете. И какие же часто возникают ошибки при образовании числительных? Ошибки очень часто связаны с тем, что мы не всегда верно склоняем числительное. Что мы с вами должны запомнить? Что, например, такие числительные, как 40, 90, 100 имеют только несколько падежных окончаний. В именительном и винительном падежах в числе 40 – нулевое окончание. Например, купил сколько? 40 пуговиц. Пришло сколько? 40 гостей. А в числительных 90 и 100, вот в этих падежах окончание О – 90 рублей, есть 100 друзей. В остальных же падежах, во всех этих трех числительных будет только окончание А. Например, нет чего? 40 са женей. Далее, к 90 прибавить 3. Что мы с вами должны вспомнить еще? Что числительные 50, 60, 70, 80 – при склонении в этих числительных изменяются обе части. Например, 50 рублей. Поставим с вами это числительные в родительный падеж. Нет чего? 5-10 рублей. То есть при склонении, при изменении в этом числительном будут изменяться обе части. 5-10 рублей. В числительных 500, 600, 700 также изменяются обе части. Хочу вам напомнить, что в числительных от 15 до 19 в середине между двух корней мягкий знак никогда не пишется. 15 – твердо мягкого знака нет. В числительных от 50 до 80 и в таких числительных, как 500 и 900 до 900 обязательно. Обязательно между двух корней в середине слова должен писаться мягкий знак. Например, 6-10. 7-100 мягкий знак пишется. Обратите внимание на числительные 1,5 и 1,5. 1,5 – это означает 1,5. 1,5 – это 150. Форма 1,5, конечно, используется сегодня реже, чем форма 1,5. Но, тем не менее, мы с вами все равно должны знать, как же правильно изменить это слово, как верно его просклонять. Итак, эти числительные имеют данную форму в именительных и винительных падежах. В остальных же падежах форма только такая. 1,5 – нет чего? Полутора. Нет чего? Полтораста. Например, к полутора рублям прибавить 4. Нет полутораста экземпляров. Что мы с вами должны знать о собирательных числительных? Собирательные и числительные говорят нам о том, что они очень хорошо могут сочетаться с существительными мужского рода. Например, два мальчика и двое мальчиков. Далее. Собирательные и числительные могут сочетаться с названиями детенышей животных. Сколько пятеро котят, сколько семеро козлят. Собирательные и числительные также используются существительными, которые могут стоять только во множественном числе. Но что мы с вами должны запомнить? Что собирательные и числительные нельзя использовать совместно с существительными женского рода. Обратите внимание, может быть, трое друзей, может быть, семеро козлят, может быть, пятеро мальчиков, может быть, двое ножниц. То есть, при образовании парных существительных, такое собирательное и числительное тоже может использоваться. Но собирательное и числительное мы не можем использовать с существительными женского рода. Можно сказать, так будет верно. Три подружки, три подруги, две бабушки. Но нельзя сказать трое подружек или двое бабушек. Собирательное и числительное не используются существительными женского рода. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что склонение числительных. При склонении числительных мы с вами выделяем разряды их. Числительные могут быть количественные и числительные могут быть порядковые. Что значит количественные и числительные? Количественные и числительные обозначают какое-то количество, какое-то число. Отвечают они на вопрос «Сколько?». Это могут быть и дробные числительные, это могут быть и собирательные числительные, и целые разряды. Отвечают они всегда на вопрос «Сколько?». И что важно нам с вами здесь знать? Важно знать то, что в количественных числительных, которые отвечают на вопрос «Сколько?», изменяется каждая цифра в составе числительного. Обратите внимание, 576 рублей. Родительный падеж. Нет чего? Нет 5706. То есть для того, чтобы не ошибиться, выполняя подобные задания, мы обязательно с вами должны просклонять не в целом все числительное, а каждая из частей этого числительного. Тогда ошибки возникать не будет. Обратите внимание на порядковое числительное. Чем оно отличается от количественного? Тем, что порядковое числительное обозначают порядок предметов при счете и отвечают на вопрос «Какой?». Он какой? Первый. Он какой? Седьмой. И вот мы с вами должны знать о том, что при изменении порядковых числительных, при их склонении будет изменяться только последняя цифра в составе числительного. Обратите внимание на такой пример. В именительном падеже 576 номер. Вот порядковым числительным является здесь слово 6. Какой? В родительном падеже. Обратите внимание, 500 слово не изменяется, 70 остается неизменным. А вот слово 6, вот только это последнее порядковое слово мы с вами изменяем. 576 номер. Вот это очень важно, ребята. В количественных числительных изменяется каждая цифра в составе числительного, а в порядковых числительных изменяется только последняя цифра. Здесь она выделена жирным шрифтом. Дорогие наши одиннадцатиклассники, обратите внимание на то, что существует еще такой вид ошибки – образование форм глагола. Напомню вам, что глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действия и отвечает на вопрос, что делать, что сделать. Итак, какие же ошибки могут возникать? Обратите внимание, ряд глаголов особым способом образуют форму повелительного наклонения. Повелительное наклонение означает то, что при образовании глагола мы с вами используем приказ, форму приказа или форму просьбы. Обратите внимание, что сделать – лечь. Данный глагол стоит в начальной форме, в форме инфинитива. Что сделай – ляг, лягте. То есть неверно образовывать форму ляж или ляжьте. Такой формы в русском языке нет. Есть. Что делай – ешь. Что делаете – ешьте. И так далее. Вот обращаю ваше внимание на то, что очень часто возникают ошибки при образовании формы глагола «что делай – поезжай». И «что делаете – поезжайте». Это слово обязательно используется с приставкой «по». То есть неверно сказать «езжай». Нужно обязательно использовать форму «ты поезжай». Вы что делаете – «поезжайте». Какие же возникают еще ошибки? Ошибки возникают при спряжении глагола «жечь». Обратите внимание, как будет правильно сказать. Я что делаю – «жгу». Ты что делаешь – «жжёшь». Во-первых, мы пишем с вами две буковки «ж». И слово звучит именно так – «жжёт», «жжём» и так далее. Обратите внимание на слова «одеть», «надеть», «класть» и «положить». Что мы с вами должны сказать об этих глаголах? «Одеть» – этот глагол означает, что можно одеть кого-то. Например, одеть куклу, одеть ребёнка. Что означает глагол «надеть»? Надеть что-то на себя. Надеть куртку или надеть можно на кого-то. Надеть куртку на девочку. Глаголы «класть» и «положить». Оба глагола равноправны по своему значению. Но что мы с вами должны также вспомнить? Глагол «класть» не используется с приставкой. А вот глагол «положить» наоборот. Нельзя этот глагол использовать без приставки. То есть, как будет сказать верно? «Клади книгу на стол» и «положи книгу на стол». Так будет правильно. Недопустимо в русском языке употребление форум. Они что делают? Хочут. Правильно будет сказать? Они хотят. Они захотят. Нельзя в литературном языке также образовывать формы типа «возникнул», «проникнул» и так далее. В этих глаголах будет нулевое окончание. Он что сделал? Возник. Он что сделал? Проник. Давайте посмотрим с вами, какие же ошибки уже конкретно на примерах могут возникать и как мы с вами должны их исправить. Обратите внимание на первое предложение. На митинг пришло не более пятиста человек. Для того, чтобы правильно исправить ошибку, мы видим с вами главное слово в словосочетании «не более пятиста человек». Это существительное. Человек сколько? Человек не более пятисот. То есть слово «человек» – это существительное стоит в родительном падеже. И это означает то, что наше числительное должно тоже стоять в родительном падеже. Итак, «не более» изменяем каждую часть с вами числительного, чтобы не допустить ошибку. Значит, человек сколько? Не более пятисот. Вот таким образом мы с вами выполняем все эти задания.